Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат, с вами Владимир Добров, мы отправляемся на финальную часть ASINX Masters. Итак, напомню, что после полуфиналов была следующая ситуация, когда Дубов, Раджабов, Ронян и Вашхио свои, значит, ножи или шпаги, но тем не менее финал именно составил пара Раджабов и Ронян. Ну а матч за третье место, который был не менее зрелищным между Дубовым и Башхиллограмм, вы наверняка сумели посмотреть самостоятельно. Но нашему вниманию именно игра Раджабова, которая, конечно, безусловно, привела многих болельщиков, особенно болельщиков Азербайджана, в восторг, тем интереснее. Посмотрим сейчас матч и как он складывался для Роняна. Складывался он весьма непросто. Итак, первый день соревнований, первые четыре партии прошли в таком режиме. Тимур играл исключительно в Д4 и, в общем-то, ставил проблемы армянскому шахматисту. И вот одной из таких вот теоретических заруб, как говорится, стал так называемый венский вариант ферзио-гамбита. Значит, здесь было сыграно немало партий и этот вариант был крайне популярен в 2000-х годах. Сам Раджабов его периодически исполнял. Ну и вот интересно, как они к этой позиции, в общем-то, приходили. Как они здесь придумали идеи. Итак, вот это движение ладичь из Аштрея, оно достаточно классическим является. Ну и вот через некоторое время возникла такая ситуация, где черный король остался в центре. Белый пытается создать неприятности как пешки Аш7 в некоторых случаях, так и пешки Б7. Ну вот, однако, вот ферзь привязался, прицепился к белому ферзю и пытался постоянно его подменять. Ничего лучше не нашлось, как спрятать ферзя на С1. И черные решили, в общем-то, закончить развитие. Дали на Б7, пошла ладя на С8 и продолжилась вот эта вот неиспешная игра с разменом ферзей. В общем, Раджабов отыграл, точнее, выиграл одну пешку даже. Но, однако, здесь очень все было просто для черных. Ранян просто поставил все как раз таки по противоположному цвету слабым сланам. И в итоге они разменялись, первая партия завершилась в ничью. Но сразу же последовала интереснейшая партия, где уже Раджабов играл черными. И здесь так называемая Рассалима, вариант, который популярен на самом высоком уровне. Не так давно Карвана Карлсон проходил матч. Ну и, в общем, вариант с ходом Е6. Значит, для меня большая, вообще, даже я не сказал, не то, что большое удивление, а просто настоящая сенсация, так как Каранян начал играть Е4. И почему он отказался от своего Д4, такого ударного хода, для меня это большой секрет. Ну, в общем, тем не менее, вот он играл следующим образом. И видно, что Раджабов был готов к таким тематикам. Провел он Ф5, ладин Е1. Ну, вроде как, опасно стоит черный король. И, вероятнее всего, от белой здесь требовался какой-то точный ход. Может быть, это ход был ферз Д7. Чтобы как-то побольше концентрации фигурной в центре оказалось. Ну, последовал неточный ход Ф4. И вот здесь уже белый после хода Е5 некоторые проблемы создают вот эту пешечную паре. Разбивается таким образом структура. И у черных есть проблемы. Пришлось отдавать пешку, причем которую Раджабов сразу же съел. Хотя, может быть, стоило попробовать сыграть конь Б3 предварительно. Может быть, это было более четко. И тем удивительнее, как быстро он эту пешку смолотил. И после ферзь Б6, конь Б3, король Ж7. Белый, казалось бы, владеет без какой-либо компенсации пешкой. Однако, не так все просто оказалось. Ладья Е2, ладья Е8. Конь Т4, вроде тоже напрашивающийся сход. Конь Ф5. И вот здесь был вопрос, какую фигуру брать. На Е6 и на С6. Или брать вообще пешку на С6. Вопрос был сложный. И Ронян сыграл достаточно классически. Забрал на Б6, забрал на С6. То есть, он уже две лишние пешки получил. Ну, после ладья С8, пуль Б4, Д4. Черный получает важное пуля на Ю3. То есть, несмотря на две лишние пешки, у черных есть серьезная компенсация в виде вот этой вот лошади, которая просто-напросто все цементирует. Конь Ф1, ладья С5. Очень хороший ход. Опять-таки, при случае ладья присматривается к пешке Е5. Ну, и вторая идея пойти, может быть, даже ладья С8. А в некоторых случаях и ладья Е8. Такой тонкий, но очень сильный ход. И после хода конь Д2, конь Е3, Ронян понял, что пора, похоже, что ничего здесь сделать нельзя. Они как бы усилили свою позицию. И получилось, что лучшим решением оказалось повторение ходу. Ну, вот эта позиция оценить сложная. Может быть, даже и черная уже в безопасности. Но как усиливать им позицию, тоже большой секрет. Вот таким вот образом, можно сказать, вышел Раджабов из первой такой серьезной опасности в этом матче. Пожалуй, это был первый момент и последний. Потому что больше плохих позиций у него не наблюдалось. Ну, и вот третья партия опять начал экзаменовать, продолжил, точнее, экзаменовать Раджабов Роняна в этом варианте венском. И после классической таби, которую уже наверняка и вы, уважаемые зрители, сумели выучить, возникла та же позиция, которая была до этого. Но в этот раз мы видим, что сыграл Ронян по-другому. Он сделал ход слон Д7 и, честно говоря, после ладья Б7 маркировки возникла классическая позиция. Она встречалась на практике, где белые делают ставку на ограничение вот этой подвижности как раз-таки коня Ж6. Основная была идея в том, что черные в некоторых ситуациях могут позволить себе такой наглый ход Е5. Но там после хода коня В5 крайне неприятные им шпиля возникают. Я, кстати, сам играл против Раджабова, не раз эту позицию и против Роняна. Мне кажется, мы тоже играли в Блиц, но это было очень давно. Значит, после ладья Б8, ладья Б8 и конь Б3, белые за счет ограничений, как я уже сказал, подвижности легких фигур черных, имеют определенные зацепки. Плюс слаба пешка А. Это серьезная фура, возможно, для белых. Ферз Б4. Ферзей не стал менять Ронян. После ладья Ц4 ферз вернулся обратно. Но в этом случае ладья пришла на Ц7, намертво связав этого слона. Посмотрите, конь на Ц5. Вообще, по виду смотрелось это все крайне подозрительно. После ладья Ц8, такого плоднокровного хода, оказалось, что на Д7 брать пока нельзя. Ну и надо меняться на Ц8, Ферзь Ц2. Вообще, эта партия больше в стиле, наверное, того же Ароняна сыграна, нежели в стиле Ронжаву. Итак, значит, пытался тут Тимур поддушить, однако, в общем, все быстро закончилось. Вот такая вот ситуация вечным шагом завершилась. В общем, так и матч продолжился на такой вот сложной ноте, пока никто не мог нанести какой-то удар. И вот настало время Берлина. Тимур сменил пластинку на Берлин. И как показали последние вообще партии, это тенденция быстрых шахт, тенденция рапина. Мы видели неоднократно в исполнении Максима Ашелограва, как он белыми играл все эти Берлины. Ну, совершенно, то есть, впечатление было, скажем так, не очень хорошее, не очень приятное. То есть, белые не ставили проблем абсолютно никаких, черные доминировали во всех практически партиях. Тем не менее, белые шли уверенно на эти позиции, пытались что-то делать, и в итоге оставались у разбитого корыта, как, в общем, случилось и в этой партии. Но, тем не менее, как говорится, вот все время хочется что-то повторить, найти, улучшить. И это все напоминало матч Крамника против Каспарова. Итак, конец 6. Продолжили рубиться в этом Берлине. Позиция достигла, как говорится, своего напряжения. То есть, такая, в общем-то, серьезная ситуация, где черные держатся оси по восьмому ряду, однако вот у них в перспективе, как я уже говорил, два слона. И вот король f2, то есть, ход не самый удачный. Стоило уже двигать e6. Это классический ход, который образовывал в таком случае проходную. Ну и вот после, скажем, слон с 6 могла возникнуть какая-то сложная позиция. Можно было отдать на c7. Ну а в случае взятия на e6 fe позиция белых, наверное, все-таки поприятнее. То, что грозит ход конь d5 в последующем, в общем-то, контроле. И пешка e очень хороша. Так, ну вот e6 не пошел. Это вечный вопрос, ходить e6 или нет. В этих Берлинах бывает e6 надо, бывает, что не надо. Ну и, в общем-то, все время как-то начинаются сомнения. А это сомнение всегда занимает и отнимает главное время. Король f2, h6 ушел на f3. То есть, таким образом, он отбросил коня. От е-хода e6 уже нет. И просто съел на c2 и вернулся на c6. Казал, спасибо, дорогой, у меня есть лишняя пешка. А что есть у тебя? Ну и после конь d5, конь e7. Даже не стал король b7 играть. Тимур подождал, пока белые тут будут, как говорится, продолжат выеживаться. Ну и в итоге что? В итоге остались просто белые, действительно, у разбитого корыта. Централизация произошла. Фигур пешки нету. И, в общем-то, радости никакой. И в нужный момент еще очень здорово подрывает. Он ходом a5 пешку b4. Выбивает опору, основную идею. Таким образом, намертво фиксирует структуру. Коня a7, a4. Конечно, еще требуется точность. Ну вот, в принципе, она несложная. Потому что у белых нет ни одной зацепки. Нет ни линии, нет ни полей. Ничего нет. И главное, что нет пешки. И после цементирования ферзевого фланга завершилось все достаточно печально для Роняна. Здесь, в общем-то, были, конечно, еще некоторые, как говорят, конвульсии в таких случаях. Но все, в общем-то, здесь завершилось поеданием. И в этой безнадежной позиции Ронян сдался и таким образом признал свое поражение в первом игровом дне. Ну и стоило ему уже, не то что стоило, а обязательно нужно было отыгрываться. И второй день, в общем-то, сложился для него не самым лучшим образом, пожалуй, так можно сказать. Итак, первой же партии, опять-таки, предложил Тимуру выйти на эту испанку. Ронян решил сменить на итальянку, в общем-то. Ну и в итальянке, в общем, начались эти вот неспешные маневры. И стал классическим уже хоть же пять. При первой же возможности его черные сейчас сделают. Не боятся никаких жертв. Ничего совершенно не боятся. И вот, по большому счету, в этой партии особо таких вот критических супермоментов не было. Ну, белые получили чуть поприятнее, однако аккуратными ходами черные, в общем, здесь все подровняли. Конь встал на G6 и неизвестно уже вообще, в чью пользу вот эта позиция. Потому что пешка на G5 обеспечивает сильное поле F4. У черных более подвижная фигура, на мой взгляд. Слон на G3 в ауте. Но это уже мимолетный момент. Удивительно, что Ронян в нужный момент не сыграл все-таки D4. Но как так можно было, я, честно говоря, не знаю. Тем не менее, ему виднее, естественно, как говорится, со скамейки запасных поле кажется более ровным, да и более зеленым. И так вот такую вот Белиберду на первый взгляд сыграл Ронян. Однако, возможно, это такой творческий порыв, творческий мотив, который позволил ему, как сказать, восстать из пепла и напрячь, как сказать, Тимура. Ну, Тимур был очень хладнокровен. Он съел на G3. Фержа G6 ушел королем. Ну, и надежда Белых была в том, что они поставят мат после хода слун D3. Удивительно, забавная позиция, хотя она, в общем-то, непростая. Е в король F1, сильный E1, ладей E1 угрожает мат в один ход. Ход F5 здесь не работает, потому что после хода Е в ферзь F7 белые бьют на E8 и играют конь G5. На этот и был расчет Роняна. И тогда действительно Тимур бы мог погибнуть в этой партии. Но последовал немножко другой ход. Последовал ход слун F5, который крайне важен оказался. В чем же сила этого хода? Слон F5 и F6. И теперь выясняется, что после EF черные играют ферзь F7. И вот здесь, вот в этот момент, у Белых был, как говорится, момент истины. То есть, если бы выходил Ронян здесь тонкий позиционный ход ладья D1, который трудно поверить, то действительно он создавал немало трудностей и проблем черным. В чем же соль этого хода? Но Белые сохраняют угрозу хода конь G5, потому что на ферзь C4 будет везде ход слун D3. И таким образом черным требуются какие-то важные ходы делать. Ну, допустим, вот они сыграют ладья G8, Белые их ладнокровно съедают на D6. Пока совершенно непонятно, в чем угроза. А угроза теперь в том, что Белые хотят сыграть конь E5. Вот в чем была основная мысль этого хода. То есть, ладья D8 не успевают. Что еще можно предложить? Уйти королем. Хорошо, уйти королем тоже следует ладья D6. И опять-таки возникают трудности. Трудности в каком плане? Угрожает очень много всего. Ладья D7 прежде всего. Самое простое, что угрожает в этой позиции. Но что делать в такой ситуации, я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Потому что даже машины здесь уже бредят. Предлагают ход ладья E7. Это означает, что Белые продолжали атаку за бесплатно практически. Но такого не последовало. И выясняется, что вся гениальная практически комбинация Роняна, связанная с ходом E5, обратите внимание, она была очень продуманной. И вполне возможно, что вот эта вся предыдущая игра, она, в общем-то, все строилась на вот этой вот идее. Но здесь надо отметить, единственное, что черные могли, конечно, сыграть поаккуратнее. Но это уже тростепенный вопрос. Кто знал, что такими тихими ходами можно партию завершить? Ну, была бы какая-то классическая талевая партия. Ну, последовал ход ладья E6. То есть, та же идея. Но, однако, здесь черные отдают материал. И очень много, как говорится, они награбили до этого. И после взятия на H7 уже приходится Роняну спасаться. И, в общем, здесь Тимур не стал искать каких-то отходов слишком серьезных. Там можно было как-то перекрутиться. Еще пару пешек отдать. Но не стало на то и дело. И зафиксировалась партия повторением ходов. И перешел Тимур в наступление уже белыми. Следующей же партией здесь был Грюнфельд. И, значит, пытался Ронян здесь какие-то построить баррикады. Но, однако, вот быстро они очень перешли в достаточно, на мой взгляд, без перспективную для черных позицию. То есть, здесь очевидно, что Ронян не рисковал победить никаким образом. Ну, и вот план с переводом ладью на Б2 у белых оказался очень хорошим. И вот этот слон на Ж3 оказался чуть более проворным, нежели слон на Д3. Ну, и в какой-то момент Леон здесь дернулся, я бы сказал. Хотя, конечно, позиция уже была неприятная. То есть, можно было как-то держать какими-то сложными ходами. Но у белых есть планы усиления. Там, скажем, короля можно на Е3 ладью через Д2. Потом ладья Б6, ладья Б2. В общем, переводы у белых сами собой находятся. Ну, и у них, конечно, очевидный плюс на доске. Черные решили сыграть С5. Ну, и он съел эту пешку. И после ладья С8 ее защитил. Сказал, покажи, докажи. Ф5, то есть, немножко пространство для слона обеспечили таким образом. Черные. Однако, это не помогло. То есть, пытался Ронян как-то ситуацию растормашить. Ну, после вот этих вот обменов у белых появилась лишняя пешка, здоровая. И черным уже требовалась точность для спасения. Ладья Б5 поменялся, не стал смущаться. И спокойно вот так вот защитил очень глубоко. И затем начал двигать пешки королевского фланга. В общем, можно сказать, что Тимур здесь, конечно, здорово в этой партии играл. И успевал и там, и вся. Мое последним решающим, пожалуй, ослаблением стал ход Х6. Потому что черная пешка становится на цвет поля белого слона. Таким образом, эта пешка стала объектом атаки. И посудил последним рубежом для улучшения позиции. Ну, и вот в этот момент успел он переключить внимание на пешку Х6. Мы видим, что не успевает теперь пойти ладья Х8. Точнее, он так, по-моему, и сыграл в дальнейшем. Но дело про проблема в том, что ладья Х8 в этой ситуации спасла бы вскрывающий ход позицию А4. И белые бы проникали бы ладьей на седьмой ряд. Ну, и вот после Е4 уже позиция партии перешла в техническое русло. И здесь несложные были моменты для Раджа Буван. Здесь он все контролировал. И целых три пешки у него шло Ферзим. В итоге дошла одна. И, казалось бы, у черных тоже Ферзь. Но последовал такой отрезляющий ход ладья Б1. Который, по сути дела, предрек исход всего матча. И оставался последний шанс. Оставался последний шанс у Роняна. Он заключался в том, чтобы выиграть последующие две партии. Чтобы перевести матч в Армагеддон. Однако, этого не последовало. Последовала опять безликая совершенно итальянка. Ну, и в которой, в общем-то, Раджавов уверенно все поменял. И в дальнейшем, в общем-то, не испытывал никаких проблем. Таким образом, матч завершился. Ну, вот в этой позиции можно сказать, что белые красиво поставили все по пятому ряду. Но эта красота здесь не самая главная. Оказалось, потому что в нужный момент черные, в общем-то, аккуратными ходами все подровняли. Ну, и вот таким вот образом матч завершился. Блестящая победа Раджавова. На мой взгляд, Тимур показал, что он хорошо готов и к следующему партии. Ну, и, в общем, был очень доволен этим результатом. Ну, а Раняну, конечно, надо что-то поменять, потому что его игра до финального матча была гораздо более цельной, более, наверное, четкой и понятной, нежели вот как в партии, как в матче с Раджавовым. Но, тем не менее, было крайне интересно любителям шахмат. Очень турнир понравился, профессионалы тоже оценили его очень высоко. Партии интересные, много, конечно, было и зевков, ну, куда же без этого. Ну, а я с вами, уважаемые друзья, прощаюсь на этом. Следите за Ческом.рум, поддержите канал. Мы будем вам очень благодарны своими трансляциями. Будьте здоровы, до новых встреч, пока. Продолжение следует...